Добрый день, дорогие друзья! С вами Татьяна Башмакова, канал Ваша Дача. И продолжаем выращивать плетистые розы, любоваться их красотой. Сейчас время, как раз, что фактически все сорта плетистых роз или начинают цветение, или цветут. Мы можем более подробно рассмотреть разные сорта и определиться, какие методы ухода надо. Начну я со взрослых уже кустов, которым уже 5 полных лет, так скажем. Это роза полька и роза цезарь. Вот полька. Эти розы жесткие, прямо стоячие стебли. Даже стебли, стволы тут у нее даже получаются. Даже те, которые были бы зелененькими, молодыми иногда растут. Первый год, вот первого года столбик. Они всегда вырастают толстенькими и жесткими. То есть, эту розу очень сложно сгинать в земле. И я в прошлом году подробно рассказывала, как укрывать. Но в этом году, надеюсь, что успею снять видео, именно показать, как укрывать. То есть, вот такие прямо стоячие, жесткие. К ним нужен особый подход при укрытии. Сейчас розочка полька, она немножко более поздняя, но она цветет не сильно обильно. Конечно, будет цветов много, но не так, как цветут те, которые цветут один раз. Но цветет она абсолютно весь сезон до самых морозов. Поэтому, чтобы она была крепкой, ее надо хорошо подкармливать. Вот я хочу вам показать вот эту вот веточку. Вот по ней видно, как она быстро растет. И вот листики светлые. То есть, явно не хватает азота. Если у нас есть возможность, то мы ее подкармливаем навозом. То есть, разводим как для овощей. Можно взять литр навоза на ведро, потом оттуда взять литр этой жидкости еще раз на ведро. И по ведру вылить каждой розочке. Потому что вот эти бледные листики говорят о том, что явно не хватает азота. Если нет навоза, органических удобрений, розочка прекрасно, хорошо отзывается на удобрения химические. Самый простой способ, это взять ложку нитроамофоски, ложку карбамида на ведро воды. И вот хватит этого ведра разделить его на 4 куста. Можно удобрять им удобрением с микроэлементами. То есть, специальным для роз, которые сейчас уже растворимые продаются. Но я розы удобряю, когда пету не удобряю, часть удобрения немножко и розам достается. Розы плетистые, эта роза вырастает. До 3 метров она у нас вырастала к концу сезона. Вырастала выше забора и свешивалась. Это соседский забор, туда свела большими кистями соседу за забор. Каждый год. Но каждый год розочка молодая вымерзала. То есть, она не очень стойкая к морозам. Я не могу сказать, что у нас самая холодная зона. То есть, та часть, которую мы всегда конусом укрываем землей, та часть не вымерзала. Все остальное отмерзало полностью. И фактически, вот всегда новые побеги пускались вот с самого низа. Поэтому эту розочку надо хорошо укрывать. И вот она, когда будет у нее именно самое массовое цветение, я вам ее покажу, чтобы полюбоваться красотой. Где располагаются цветы у розы типа клаймбер, плетистый. Вот побег первого года. Вот он с самого низа идет. Вообще, с самого низа. И вот на таком побеге цветы будут располагаться только на верхушках. Цветов будет много. Они будут постоянно нарастать. Эти будут отходить, но они будут нарастать только вот первого года. А если плеть уже старая, почему мы стремимся их сохранить от морозов? Вот тут уже ветка третьего года. Вот она большая, толстенькая третьего года. На ней во все стороны, ну если бы можно было шире мне его, например, подвязать, то вот эти вот боковые на третьем году, они и от нее идут, и от второго года. То есть вот эта прошлогодняя веточка, вот эта вот, была в прошлом году молодой. На ней были на нее верхушечки цветы. А теперь и от нее идут в стороны. И от той, которая на третьем году тоже идут, одиночная. И вот будет все это в букетах цветов. То есть вот эта каждая веточка этого года должна дать цветочек. Ну там уже как сложится погода, как будем подкармливать. Ну что хочу сказать за конец сезона. В конце сезона, вот бывает у нее по холоду, наоборот, массово она выпускает много цветов. Цветы у нее огромные, это сейчас не самые большие. Тут первые, первые цветочки. То есть цветы огромные, это роза с запахом. И вот она выпускает, их надо убрать. За розами надо, ну уход похожий, может у кого есть винограде, как за виноградом. То есть убирая молодое, цветущее, мы стимулируем старение главных основных веточек в конце сезона. И тогда наша розочка лучше перезимует именно большие высокие веточки, если мы их сможем составить. То есть веточка должна вызреть. Если мы не убираем цветы, она продолжает рост. У нас один год было так, что они прям замерзли, в смесье с зелеными листиками, мы ничего не обрезали. В тот год у нас вымерзло все. Абсолютно весь куст вымерз. Ну куст еще был молодой. Старые кусты вымерзают, конечно, гораздо реже, но тоже могут вымерзнуть. К концу сезона ни в коем случае, то есть с конца июля не нужно никакого азота. Чтобы наши веточки вызрели, нужно им давать фосфор и калий. Можем взять фосфор на удобрение, можно его заложить в землю, можно поливать или зола. Все, следующее, больше никаких удобрений к концу сезона не должно быть. Как удобрить розочку в этом грунте? То есть на расстоянии от куста выкапываем канавочку, закладываем туда удобрение и закрываем. И там мы ее и поливаем. Вот розочка цезарь. Она немножко ниже растет чем-то, но тоже довольно высокая. Она тоже только начинает цветение. Обычно эта роза цветет букетами. Но вот тут я смотрю, какие-то уже немножко как больные соцветия. Вот когда было солнце, очень жара у нас за 50 градусов. Вот всякая живность начала появляться и вот вредить наши цветочки. На розе всегда во время жары появляется много тли. От тли мы уже ее опрыскали. Опрыскивать от тли следим, только при первом появлении обязательно опрыскиваем инсектицидом, ничего не боимся. Это обязательно. И стараемся розу нашу поливать, ну если очень жарко, ну самое частое раз в неделю. Если это взрослый куст, у него уже большие корни раз в 10 дней. То есть мы землю рыхлим и там поливаем, обильно поливаем, чтобы хорошо промочать. Ведро воды можно под куст вылить за один раз. Но выливать его нужно постепенно. Ну и сейчас вот можно, если у вас дождливая погода, идут испарения, розы склонны к болезням рябковым, то можно землю замульчировать. Тогда она не будет бояться. Все мои розы расположены под забором. И это очень удобно для укрытия зимняя. Вот такая посадка мне очень нравится. И вот они немножко подвязаны, сформированы. Сейчас я перейду к молодым кустам и расскажу, как мы сделали такую подвязку. Здесь у меня пиончики уже отцветают, но надо полюбоваться отцветающей красотой. Пионы такие огромные, пышные, но уже отходят. Эти же пионы, которые находятся в полутени, они еще во всей своей красе, молодые, вот где-то вот такие розовенькие, но огромные-огромные. В полутени пиону намного лучше. Немножко отвлеклись и переходим к нашим розочкам. Здесь у меня два молодых кустика. В прошлом году, вот розочка красная, к сожалению, не знаю названий. Вот эта красная розочка, у нее была одна тоненькая веточка. Выросла одна тоненькая веточка. А вот эта розочка, ну, было у нее пару веточек, скажем так. Мы покупали их как вьющиеся розы. То есть роза плетистая, бывает клаймбер, которая цветет на побегах первого года. А бывает рамблер. Ну, должны были быть рамблеры, но они не рамблеры. Но меня это не огорчает, так как они очень красивые. В прошлом году мы увидели один цветочек вот такой вот. Обрадовались, что свет совпал с тем, который мы покупали, так как покупалось на рынке, не в магазине. И вот в этом году они меня уже радуют. То есть это молодые кусты. Мы их укрыли на зиму. Почему так подробно говорю? Что очень часто, когда мы только садим розы, нас интересует вопрос, когда мы увидим красоту. Когда мы увидим обильное цветение. Я считаю, что это цветение достаточно обильное для молодого куста. То есть через год, мы уже увидим после посадки, мы увидим эту красоту. И как мы определим, какая у нас роза? Вот смотрим. Веточка, которая выросла в этом сезоне, вот проснулась. Перезимовали только вертикальные столбики. На них не было боковых веточек. И вот выросли боковые веточки. Они выросли в этом сезоне. Вот это есть, так отличается клаймбер. То есть они растут, веточки, вот в этом сезоне. Вот здесь на этой розе вообще роза просто великолепная. Если знаете название, подскажите. Потому что очень она мне понравилась. И вот веточки огромные уже выросли в этом сезоне. Еще она очень ароматная. Очень вообще, ну просто все достоинства в одной розе. Ее можно на срез. Вот ее хорошо бы подкормить. Ее можно использовать на срез, потому что такие красивые бутоны. И вот как мы ее растянули. То есть просто прутья. Несколько прутьев, но роза еще небольшая. Именно под углом. Ну как рекомендуют, веером развинуть немножко. Ну большой веер не получился, конечно. Ну и кустики еще небольшие. И дальше к ним прикрутили горизонтальных пару прутиков. И вот получилась такая стена прекрасных розочек из двух совершенно молодых кустиков. Вот такой вот уход за нашими розами. Будем дальше за ними наблюдать. Будем смотреть, как они цветут. Эти розы, я не знаю, будут цвести весь сезон или нет. Но по ихнему внешнему виду, эти розы, которые цветут весь сезон. То есть несколько волн или непрерывное цветение. То есть так они выглядят. Но мы все это будем смотреть. Задавайте вопросы. Оставайтесь нашим каналом. Будем дальше делиться полезной информацией. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok